Вымогательство и получение взятки в особо крупных размерах. Эти преступления инкриминируются бывшему главе военного суда Нурлану Ашимбекову на основании письменного заявления граждан, подвержившись вымогательству со стороны служителя закона. Уголовное дело было возбуждено в конце сентября прошлого года. В начале этого года для дальнейшего расследования дело было передано в военную прокуратуру. 17 февраля Ашимбеков был взят под стражу. Обратились с заявлением граждане о принятии мер в отношении вышеуказанного суде, который путем вымогательства получил от заявителей денежные средства в общей сумме 50 тысяч долларов США за изменение меры пресечения подсудимого и положительное решение при вынесении приговора в отношении последнего. Как сообщает в генпрокуратуре, ввиду огромного объема необходимых следственных действий, расследование продлится до конца марта этого года. Спустя два дня, однако, после задержания Первомайский районный суд в столице изменил меру пресечения на домашний арест. По словам экспертов, резонансные случаи задержания судей даже с поличным в Бишкеке случались раньше, но уголовную ответственность понесли лишь единицы из них. Чаще всего все заканчивалось лишь увольнением недобросовестного служителя Фемиды, либо его переводом на другое место. Ограничиться, чтобы уходить с работы и на этом заканчиваться, я считаю, что мягкая мера наказания, или каким-то штрафом, я тоже это не считаю мягким. Обязательно должна быть жесткая мера, то есть привлечение к уголовной ответственности. И кроме того, какие-то должны быть большие штрафы государству. То есть вот эти суммы, которые должны быть в кратном размере возвращены государству. По словам депутатов, очередное дело по обвинению в коррупции. Для служителя Фемиды показатель отсутствия результатов, проводимой в стране судебной реформы. По словам члена профильного парламентского комитета Кенжибека Букоева, для того, чтобы очистить судебную ветвь власти, необходимо ужесточить сам процесс отбора судей. Условия включения в резерв судейских работников, обучения в школе правосудия и обязательный экзамен по его окончании. Сегодня же для того, чтобы стать судью, любому юристу достаточно иметь лишь пятилетний стаж работы. Должен мы изменить отбор судей. На сегодня то, что мы сделали, совет по отбору судей. Он не оправдал себя. То есть не улучшилось качество судей. Вот мы предлагали наш лидер прослушку телефонную. Из-за чего? Чтобы остановить взятку, остановить право телефонного звонка и другие вопросы. Это все, чтобы искоренить вот эти, чтобы своих оправдывали. Вот это вот, чтобы все оправдали. Нурлана Шимбеков, а также судьи Багет Куджомбердиев и Каната Быканов летом прошлого года вынесли приговоры в отношении подсудимых по делу о событиях 7 апреля 2010 года. К обвиняемым были применены амнистии 2014 года по случаю 20-летний независимости Кыргызстана и в связи с 65-летним всеобщей декларацией прав человека. Однако эти законы не распространяются на осужденных по статье о превышении должностных полномочий. Подсудимые Джулдашалиев, Джуроев, Сатыбалдеев и Турсункулов были осуждены именно по этой статье. Тогда это решение суда было опротестовано Генпрокуратурой, а осенью все трое судей военного суда были досрочно освобождены от занимаемых должностей. Бот Исайф Александр Симонов, НТС.